Всем доброе утро, ребятки! Я Ленку провожаю. На улице сегодня 8, 8 градусов. Так, где она, где она есть? Ой, я как обычно зеваю, но не могу. Не могу. У меня автоматом неудобно через стекло снимать. Всё, пошла Елена Сергеевна учиться, учиться, ещё раз учиться. У нас такая погодка. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Вот это другое дело. Вот это совсем другое дело, да. Чай и бутерброды. У папки с колбасой и базиличком. А у меня рыбный день продолжается. Ты знаешь, что это рыбная диета? Ага, это классная диета, да? Да, я люблю рыбу. Если любишь, ешь, мам. А кто сказал, что на завтрак нельзя кушать рыбу? Я вообще первый раз слышу. Что хочется, ты можешь. Да, всё. Чё там, Соня? Так, внимательно здесь вы нюхает всё. Я пошёл на охоту за колбасой. Где-то бегает колбаса. Пойду споймать. Споймать надо, да? Споймать надо. Потому что я же один дома совсем скучаю. Нет, мать. Лены нет, никого нет. Одни животные. С ними не поговоришь. Вернее, можно поговорить, но как-то в одну сторону. Они не отвечают просто. Отвечают. Соника может помычать, погавкать. Да, это может. Но я ничего не понимаю, что она тебе хочет сказать. Ну-ка, по глазам надо смотреть, глаза и всё понимать. Соника, ты меня любишь? Да, хорошая девочка. Она просто, видишь, на папу смотрит. Скажи, я люблю твою кашу, мама. А меня не возьмёшь? Нет, она любит нас. Она хорошая девочка. Видишь, у неё морщинка такая. Да. Я знаю, Бог. Так, морщинка. Ну, хорошо, давай. Как раз, может, Лена придёт, когда ты вернёшься, да? Угу. Давай. Удачной тебе охоты. Спасибо, мать. Пожалуйста. Спасибо, мать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Медведи пришли. Ой, здравствуйте. А там что-то так тепло, что ты прям без куртки, да? Да. Здравствуйте, заходите, Медведи. Ну, что там, на фото удачно сходил? Мы принесли тебе покушать. В общем, я... А, колбасня. Спасибо. На формирую маму. Спасибо. Как дела, Лена, в школе? Вместе. Двойки есть? Да, одиннадцать получила. Одиннадцать? Да, угадай, за что? Просто не угадаешь никогда. По рисованию? Нет. По биологии, по географии, за хорошее поведение. За плохое, может, поведение. А, за плохое. Басню одну знаю. Тот заяц свистнул, шобла подвалила, и льву таких люлей валило, что в лес дорогу позабыл. Мораль той басни такова, что шоблой можно вбить и льва. Это с детства. Басенька с детства. Ну, ладно, раздвигайся. А тебе в художку. Сильно не раздвигайся. Да? Не-не-не, раздвигайся. Давай ручки мой. Хорошо. Леночка на обед кушает суп гороховый. Вкусненький. С какчетностями последняя тарелочка. Все доели. Она с луком и хлебом кушает. И колбаски, может, зацепит. Ну, что там? Я же боюсь. Прочитаешь, что ли? Знаешь, как называется? Давай. Волчья проделка. Хорошо. Только громче с выражением, чтобы слышно хорошо было. В лесной школе номер два учился волк. Делал много плохих проделок. Вот он и задумал новое себе дело. Прилепил жвачку к стулу учителя Орла Соколовского и ушел. Его одноклассники зайчик и медвежонок догадались о новой проделке. И поменяли его стул на стул учителя. И сели на свои места. Звонок. Прибежал волк, радостный. И как прыгнул прямо на стул. Зайчик и медведь сдерживали смех. А волк уже не мог дождаться учителя. Заходит учитель и садится за свой стол. Говоря, но вдруг волк его перебил своим смехом. Потом он захотел встать. Но понял, что произошло. А учитель с недоразумением уже собрался брать его дневник. Как говорят, не рот другому яму, сам в нее упадешь. А зайчишка-то с медведем стуканули дружка своего волка. Это же друг. А друзей нельзя вкладывать. Нет, но он же сделал много плохих проделок. Вот они его решили этот доказать. Да? Да. Ну то не друзья, значит. Не друзья, ладно. Его одноклассники. Сабутырники. Ну ладно, да. И так можно. Ну че? Ложку в правую руку и вперед. А то сейчас Соня тебе поможет это сделать. И без ложки она может это сделать. Она не ест гороховый суп, я уже насыпала. Да? Да. Она такой не ест. Она любит свою кашку с печеночкой, косточки, всякое такое. Не, ну она кашку не ест. Конфеты, шоколады, которые нельзя. Да, Соня? Соня? Про тебя говорю. Соня на собашку. Толстушка. Собашка моя. Пончик. Хорошая. Коломок. Твердая собашка такая. Замочи, замочи ее, отец. Отбей как отбивную. Эй, собашка. Кусается так. Кусучая такая. Она плотная такая, да? Да вообще, да. Соня, ты же плотная. Девочка. Распухшая. Что ты смотришь, чтобы я тебя спасла? Да? Не, она играет с папой. Она знаешь, что папа играет. Так, ну все, Донечка, остывает. Я греть второй раз не буду, пожалуйста. Мать, вопрос к тебе. Знаешь, из чего сделана докторская колбаса? Нет. Из докторов. Да, Донечка? А любительская из любителей докторов. А краковская из Крака сделана. Краковская из Крака. А с Салями из Саляка. Салями из Салямов. Из Салямов, да, Салямов. Правильно. А охотничья? Из охотников, конечно. Логично. Та-дам. Та-дам. Обед у нас. Лена суп немножко не доела, я его доем гороховый. Ну что, добро пропадать-то. Конечно. И у нас такие вот крутые. Говори, мать, говори. Я сюда перебиваю. Ничего, мать, нормально. Нормально. Надо высказаться матери. А папа может и просто рядом постоять. Да. Что-то поддакнуть. Нет. Все мило. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Вот покажи поближе эти красивые, вкусные мега-бутерброды. Ребята, это очень вкусно, когда колбаска-варенка докторская, поджаренная. У нас такие бутерброды. И по жареному яйцу. И там помидорки. Надо еще дорезать, Лена поела помидорки. Сейчас еще заложу. И чаечек. Все. Вкуснота. Ребятки, пришло время готовить ужин. Я сегодня хочу сварить суп с рикадельками. Я снимаю на другую камеру, на экшн-камеру. У меня нет экранчика. Я вообще себя не вижу. Не знаю, что она захватывает. Надеюсь, меня видно. Так. Суп с рикадельками. Сегодня я готовлю из фарша. Впервые этот суп варю с рикадельками за много лет. Я всегда варю из фарша мясная весна из АТБ. А это покупала на мясном рынке, когда мне мясо. Прям перемалывали на мясорубке, прям на рынке при мне. Вот. Фаршик у меня. Вода уже кипит. Сейчас я быстренько что делаю. Чищу лук. Чищу морковь. Блин, вода кипит, а у меня еще ничего не готово. Прикиньте, короче, сейчас время уже начало. Ватт 20 минут 8-го. Ленки до сих пор нет, она в художке. Но я ей позвонила. Ну, это хорошо, сегодня пятница, завтра не в школу. Но вообще до поздна сильно их, конечно, там держим. Так, наверное, лук надо на блендере. Так, это побольше луковицы, я ее оставлю на зажарку. Блин, а вода-то уже кипит, ребята. Ну ладно, пускай покипит, чего? Переплючу, помедленнее. Пускай кипит. А вот эта вот поменьше луковица, вроде она меньше. Пойдет в фарш. Я хочу мелко-мелко фарш добавить. Камера у меня разрядилась, отец пришел на помощь. Помог мне, поменял батарею. Ничего не успеваю. Так, которая меньше луковица, я на блендере сейчас ее перекручу. А вот, и сейчас Ленке звоню, говорю, ну ты где? Уже все, урок закончился. Мама, мы стоим на остановке. Ох, приговорю, дверь. Мама, мы стоим на остановке. Стояли, ждали автобуса. Злата обнаружила, что у нее нет телефона. Она вернулась в художку искать телефон. Мы ее ждем, но что-то долго ее нету. Сейчас пойдем ее искать. Короче, я задержусь. Так, сейчас, ребятки, я... Все, она по стенкам размазала. Хм, ладно. Пойдет, пойдет. Короче, ребенок задержится. А уже в это время на улице темно. Темнота. Так, лук отправляю к фаршу. Когда фрикадельки получаются более сочные. Если с луком. Видите, вот так вот, в такое время, примерно, начинаю готовить ужин. Начало восьмого. Юля начинает готовить ужин. Так всегда. Так. Соль. Фаршу добавляю. Так, Таташа. Я к тебе скоро на ногти иду. Уже все. Отросли. Так, ладно, чуть позже перемешаю. Сейчас мне надо быстренько начистить картофель. Картофель. Прямо вот сюда в миску. Блин, глазами учает. Я не успела ее покормить. Я утром кормила, а вечером еще нет. Она уже ходит, ноет. Она начинает так нагло, так требовать начинает. Кушать, когда надо. Прямо так нагло, мяу, мяу. Подожди, лосатушь. Дам ей рыбу. Бычки ее любимые. Надо их разморозить. Так. Пока сюда кидают. О, какая картошка длинная. У нас тепло вот так на улице. Хорошо. Ну, а нам отопления нету, но его сейчас ей не дадут, потому что на улице тепло. Какой бы смысл. Вот. Погода теплая. Надо посмотреть наперед, что там. Кто-то мне говорил, что где-то неделю будет держаться такая теплая погода. Это классно. Надо, может, на выходных куда-то съездить. Не знаю еще. Так. А еще я хочу, я же сегодня сварила эти. Легкие. Я обожаю легкие. Я знаю, что многие такое не едят. У меня Ленка не кушает. Ну, дети вообще такое не любят. Хотя я с детства люблю. Я уже рассказывала, ребята, почему люблю легкие. Но у нас много новых подписчиков. Расскажу еще раз, потому что кто-то не слышал. Короче, почему я их люблю. В детстве была у меня такая ситуация, короче. Я была, наверное, в классе пятом. Меньше даже, чем Лена. Пришла в школу. Блин, меня видно. Я вообще не понимаю, как она снимает. Как без экранчика сложно. Пришла в школу. И на каком-то уроке, буквально на втором-третьем, мне стало плохо. Начало колоть в боку внизу. Я пошла в медпункт. Меня срочно отправили в больницу. Подозрение на аппендицит. Что-то там прощупывали, прощупывали. Подозрение на аппендицит и все. И положили меня в палату. А я так плакала. Я первый раз в жизни вообще оказалась в больнице. Мамы рядом нет. У меня, короче, истерика. А мама на работе. Вот. Пришла ко мне. И я помню, сижу, плавочу. О, Лена пришла. В больнице в коридоре под окошком. И, короче, раз такая... Блин, Лена стучит. Сейчас, ребята, открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Закрывайте, пожалуйста, древ. Иди рассказывай. Нашли телефон? Да. Да, и где? Художки? Да. Ты на автоусе приехала? Да. Ты не замерзла? Нет. Ты кушать хочешь? Да. Надо ждать. Да. Мама не была раньше времени. Да. Я понимаю. Да. Ну, подожди немножко. Да. 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 Ну, съешь чего-нибудь. А, будешь этот творог со сметанкой пока что? Да. Ну, сейчас я тебе сделаю. Давай я уже картошку сейчас закину. Да. Что-то я заела. Да. О, Елена. Ну, и, короче, рассказывай. Я сижу под окном, плачу. Приходит бабушка. А мне запретили кушать, потому что, типа, на следующий день операция. В дальнейшем там медицита. Вот. Это, вот, точно не помнишь, я маленькая была. Вот. Запомнишь, вот подозрение сказал. Короче. И бабушка пришла. А раньше же не было мобильных телефонов, ничего. И, короче, она пришла, чтобы остаться со мной в больнице ночевать. Ей разрешили. Со мной. Как раз рядом была кровать пустая в палате. Соседняя. И, короче, бабушка остается за мной ночевать. А я бабушке говорю, бабушка, я так хочу кушать. Потому что я ушла в школу, получается, утром. Что я там толком не позавтракала. И целый день голодная. А уже ночь, короче, темно. Вот. Чуть поверну. И это. Я говорю, бабушка, так хочу кушать. А она захватила просто... Она знала, что мне есть нельзя. Она с собой просто захватила себе покушать. И дома особо ничего не было. А она собиралась вечером делать пирожки. А пирожки она очень вкусно делала с легкими. Легкие печенка, по-моему, там, я не помню, картошка. Так, соль добавляю в воду. Сюда кидаю картофан. И, короче, она быстренько, вопыхав, когда ко мне бежала, взяла кусочек себе легкого и кусочек хлеба. И соль. И я же с ней начала говорить, бабушка, я так хочу есть. Бабушка, так кушать хочу. Я уже живу до года. А у меня уже все прошло. Короче, ничего не курит, ничего не болит. Вот. А ночь в палате темно. Только дверь приоткрыта. Из коридора свет чуть-чуть светит. Все спят в палате. Она говорит, ой, Юлька, ну ладно, ну давай. Давай, маленький кусочек съешь. И, короче, она мне дала вот этот просто кусочек отварного легкого. Я помню, я его в соль макнула и покушала. И мне оно так вкусно, просто с голодняка, понимаете. Оно так вкусно было. И с тех пор я обожаю с детства легкие. Потому что я была очень голодная. И оно мне так в кайф пошло. Мне кажется, у многих в жизни это такое было, когда сильно голодняк. Вот что вы первое покушаете. У кого-то даже может просто кусочек хлеба. И вот ощущение вот это вот остается, когда ты голоден. Но в итоге чем закончилось-то? На утро... А, мне все прошло, ничего не болит. Мне так это еда в тему. Пошла утром, я проснулась, ничего не болит. Врачи туда и сюда. И там щупают, и там нажимают. Все, нифига. И в обед меня отпустили домой. Вот так вот этот самый. Ничего мне не удаляли. Никакой аппендицит. Ложный был какой-то. У меня глазочка бегает. Зажарочку. Вы видите, в последнее время, что я кидала всегда просто... Ну, не всегда, а последний, наверное, я не знаю, год. Зажарку перестала делать. Просто лук, морковь добавляла. В бульон. А сейчас сделаю зажарочку. Ну, поднадоело что-то поменять как-то. Вот так вот. Так. А что я? Можно сразу сковородку поставить. Рядом на плиту, да? А где она? Вот она. А, кто-то у меня в комментариях спрашивал, какая любимая фирма сковородки. Биол, ребятки, Биол. Вот это моя любимая сковородка. Но у меня с ней произошла авария. Рассказываю. Очень часто, когда я что-либо готовлю, я отхожу к компьютеру. И могу забыть. У меня может лук сгореть, там зажарка, что-то выкипеть бульон на плиту постоянно. Я забываю. И, короче, у меня случай такой был. Ну, я не знаю, там это сколько было. Наверное, месяца два назад. Вот. Я поставила сковородку разогреваться, что-то жарить. Без масла, без ничего, просто поставила. Включила, она разогревается, и я ушла. Ребята, я забываю за эту сковородку. Сижу в соседней комнате за компьютером. И я за ней вспомнила, когда я почувствовала запах. Запах какой-то такой гари. Я подбегаю. Она здесь на этой плите, вот где сейчас суп варю, стояла. И я подбегаю, а она вот так вот просто, короче, дым идет с нее. То есть она без масла, без ничего, дым идет. И я ее беру, а тоже нельзя сразу под холодную воду, когда горячая. Ну, это такой материал, что как бы не любит эти вот перепады температур. И я взяла ее просто вот с одной комфорки на другую переставить. Беру. В итоге что получилось? Вот эта съемная ручка, которая из пластмасса, она здесь же железная, толстая такая, она подплавилась. И теперь у меня ручка, ну вот я не знаю, как видно, смотрите. Вот я держу, да? Видите, вот так вот делается. И теперь очень часто у нас слетает. Я вчера мою сковородку эту, то есть я ее беру очень-очень аккуратно. Очень аккуратно, чтобы она не слетела. Выщелкивается, вылетает. Вчера мою посуду, держу такая, чик-чик, у меня падает сковородка из рук. Ну, с небольшой высоты. Но так как она очень тяжелая, и стояла у меня тарелка. Разбила мою тарелку, короче, любимую. Вот так вот. Так что осторожнее, не забывайте никогда сковородку на этот сам. Но сковородка это просто бомба, она очень классная, она обалденная, она качественная. Так, что, мне нужно фарш перемешать. Вот. И что я за легкие говорила? И я их, короче, люблю, и в любом виде. Я даже часто себе, ну не часто покупаю, надо идти на местный рынок, чтобы хорошие, свежие эти легкие купить. Вот. Просто могу даже отварить и просто порезать и с солью кушать. Вот. Но сегодня я хочу их поджарить с луком. Очень вкусный, жаренный с луком. Очень классно легкие подходят на пирожки. Обалденно просто. В фарш я сюда яйцо не добавляю. Кто-то мне не раз писали, девчонки, что как не добавляешь яйцо, потому что фрикадельки все располагаю. Готовила по вашему рецепту, яйцо не добавила. И все у меня фрикадельки, ну, потеряли форму, разошлись в супе, короче, ну, не кружочки. Ничего у меня не распадается, ребят. Абсолютно. Яйцо не добавляю. Так. А я соль добавила? Ребята, я не помню. Я, наверное, не добавляла соль, да? Так. Слушайте, я не помню. Чуть-чуть добавлю. Ну, бывает. Все. Запара. Называется. Вообще не помню. Потому что болтаю. Языком много. Надо этого перца добавить. Слушайте. Что-то хотела сказать. А, ребята. Сейчас я найду перец. Я хочу попросить извинения. Что я сегодня на опубликованный влог оставила выборочно комментарий. там, кое-кому. А остальные мне ответили на комментарии. Ребята, простите. Каюсь. Я человек. У меня эмоции сработали. Я ответила на пару комментариев. Ё-моё. Ну, так вот. Простите. Я сейчас доготовлю. И пойду отвечать на комментарии. Так. Все. И смотрите. Я фарш уже прямо сейчас кидаю. Чтоб он весь свой аромат, ну, чтоб получился типа бульончик, да? Я так переживаю, что мне не видно. Слушайте. А я же хочу, чтоб было и этот... И супчик мой видно. А может мне ее вот так вот, посмотрите, переставить сюда. Оп. А все равно не видно вам будет. Что-то у меня на плите творится, да? Ладно. Пойдете. Так. Ручки моем. Что, Елена? Где камера? Я же тебе творог обещала. Ну, подожди еще немножко. Обещала? Да, подожди еще немножко. Я сейчас... Мам, я встала сейчас на стадионе, стоит какая-то группа людей. И они делают упражнения. Какие? Ну, просто упражнения делают. А, ну, занимаются. Группа прям людей. Огромная группа. Ну, где-то 20-30 человек. Ну, подожди. Это может быть кружок. У нас же здесь рядом в доме есть эти дзюдоисты или кто они там? Каратисты. Каратисты. Может, это они? Мальчики там, наверное, в основном, да? Нет, у меня девочки были. Да. Девочки тоже ходят на дзюдо. Ну, да. Смотри, Ласа сейчас хвост в миску с водой опустит. Я видела, так было. У нас было такое. Сядет, сидит рядом. Это сад. Там такая, получается, подставочка. Ну, в кухонном гарнитуре. И внизу миска с водой стоит. Она вечно сядет и хвост опускает в миску, как будто она рыболов, короче. Ловит рыбу. Она представляет, что она на рыбалке. Надо и рыбу разморозить. Ну, сейчас, Донь, подожди. Я тебе творожочек дам. Я же заговорилась. Что ты думаешь, я уже и забыла. Я даже не помню, фарш солила или нет. Уже и сковородка разогрелась почти. Ребята. Ребята-акробаты. Что там в школе, как дела? У вас гардероб открыли уже? Угу. Ты сдаёшь куртку? Угу. А когда забираете куртку, много народу там? Ну, пока что, в принципе, нет. Не очень, да, пока? Может, мне это не сдают? Угу. А ты сдаёшь, да? Угу. Ну, а что её таскать неудобно с собой, да? Угу. А физкультура была сегодня? Угу. На улице? Угу. А каким уроком? В третьем. Угу. Понятно. И что, учительница не ругала тебя в художке, что записки не принесла? Спрашивала она? Она посмотрела просто так, типа, опять. Опять? У меня опять это слово, да? Ну, я забыла написать. Ирина. И сказала... Я, если честно, блин, я думала её написать, когда тебя не было, когда ты в школе была, но я не помню, как учительницу твою зовут в художке. Ирина Петровна. Ирина Петровна, да? Угу. Песню подобрал на гитаре я. Жаль, что ты её не слышишь, потому что... Что? Ты не умеешь на гитаре? Что, ты спросила? Не умеешь ли на гитаре? Нет. Я ни на чём не умею. Я умею на нервах играть. А, ну да. Да. На гитаре нет. На гитаре не можем. Так, всё, зажарочка жарится. Нужно докрутить пикабельки. Что там в школе? Расскажи мне ничего. Что тебе расскажет? Саша, я не знаю. Расскажи, какой твой любимый предмет, расскажет всем в школе. Русская литература и рисование. У меня тоже была русская литература любимая, прикинь. Русская литература больше стоит не из-за учительницы. И как вот она преподавёт, по-моему. Ну да, очень много, кстати, от учителя зависит. Когда учитель классный, интересно рассказывает, ты с удовольствием идёшь на его уроки. Да, Лена? У меня тоже так было. А у нас была, короче, историчка, такая, какая-то странная. Мам, историчка-историчка, да? И да. Я её так не любила, и поэтому не любила предмет истории, не любила учить. Ну, мне вообще сложно. Мам, я тоже рассказала про учителя, но я же сейчас в школе учусь. Ну да, тебе нельзя рассказывать. А мне уже можно! Этот самый. Я вот это по истории, мне постоянно сложно давать. Я не могла запоминать эти даты. Вот эти даты, когда что произошло. Это вот, мне кажется, так это было нудно. Так, ребят, у меня надо быстренько морковочку натереть. А у нас в истории классная учительница. Да, вот видишь, как вам повезло. Директор. О, так, вообще. Вообще супер. Это тёрка, кстати. Когда новая моя. Она такая туповатая. Плохо трёт. Не нравится она мне. Ну, что ж, я не могу эту выкинуть и новую купить. Хотя, эту можно на дачу в следующем летом отправить. Купить другую. Короче, или металл какой-то, наверное, слишком. Мало, не сильно жёсткий. Мам. Мягкий. Мам. Да. Динамик нападает на Новый год? Ну, можно. Возможно. Возможно. Папа что-то монтирует здесь. Что-что? Папа что-то монтирует здесь. Это видео? Ну да. Папа сейчас монтирует. Вон и сейчас сидит за компьютером монтирует. Да. Вчерашний день. Давай-давай-давай-давай-давай. Всё. Песню подобрал. Надясь, Дарья. О, мне ж тебе надо. Я тебе, получается, сегодня никогда, наверное, не сделаю. Это точно. А, точно. Я сама приюзу вы. Смотри, у меня уже лук горит. Ну как? Давай доставай сама, родная. Доставай. С холодильника сметану и творог. Погай мне. Что? А что ты едешь? Трубочки. 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 Не трубочки, а трубочки. 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 Травочки. Что, когда мы у меня поедем-то? Завтра. Нет, завтра мы не поедем. Завтра не получается, Лена. Потому что... Так, я такие крупные фрикадели делаю. Потому что? Потому что завтра там на почте надо посылки получать, не получается. Да, ну у меня тоже получается. Давай, знаешь, что? У меня в кинотеатр. Завтра в кинотеатр? Да. А что, расскажи. Что ты вдруг-то решила? В прошлом году. Получается, за первый семестр нам давали билет в кинотеатреское дело. За второй семестр я тоже должна была получить билет, но мы не успели сходить, поэтому в этом году. А за что? За активность. В первом и втором семестре. А в какой кинотеатр? Обычный. Ну, у нас нет обычного. Ты между 3D этот? Ну да. А с кем ты идешь? С Лизой, может, еще с кем-то. Я не знаю, кто еще. А во сколько? 18-19 человек, где так? Ну что? Не вас сколько, а во сколько? А? Ага. Во сколько? Ле, я спросила. Погоди. Ой, я не могу найти сметанечку. Сметану, там творово внимательно осмотрит. А, вижу. Доставай. Мне показалось, что там масло. Сейчас. Пасик, пасик. На, 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 я. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что мне. Так, я тебе не сильно много делаю, потому что суп же ж ты будешь кушать еще. Ну да. Ну да. Сахар мне подай. Сахар? Давай вот так вот перекусишь. Мам, ты что делала обложку там еще пить? Утром? Да. Да. Так. Подожди. Елена. Пу-пу-пу-пу-пу. Елена. Пу-пу-пу-пу. Здесь вот пенка образовывается, и ее нужно, ее нужно снимать. Мама, мне в инстаграме написали очень аппетитно. Мне? На рыбку. Так, сахар. Сколько тебе сахара ссыпать? Как хочется. На глаз? На глаз, да. Давай вот так вот, чтобы не сильно оно сладкое было. Я когда-то тебе, помнишь, сильно сладкое сделала, тебя аж тошнило потом, да? Оп. Смотри, насколько много сметаны. Надо еще творога купить, наверное. Домашняя сметанка. Вкусная. Я сейчас комментарии сегодня на видео буду читать. Если они есть вообще. Идите сюда, мешай. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, мне ничего не писали. На, иди убери в холодильник и мешай ворох. Сейчас. Рокова. Так, я уже эту клеточку отключу. И я еще хочу... Лена, в супчик с фикадельками можно рис добавить, можно вермишельку. Иди, я повторю. Папа заказал вермишельку, а ты как хочешь. А еще какое что есть? Суп рис или вермишельку? Вермишельку. О, сут. Ну, в конце-то мало. Слушай, что-то жарко стало. Попить. Я пробую, первое снимаю. Ну, ладно, кушай. А потом нет. А потом ты... Потому что... Я мать. Иди, Лас. Иди, выходи. Я тебя... Пускай. На. Все. Ориготе. Нормально, сама не добавляй больше. Понял. Иди сюда. Ты туда пойдешь? Да. Все, бросила меня Лена. Уже добавила зажарочку. Чего уж там. Пускай варится. Я хочу попробовать на соль. Потому что я говорю и вообще не помню. Ничего не помню. Вкусненько. Сейчас добавлю лавровый лист. Парочку. Раз и два. Просила, Лена, убери творог. Нет. Так, так, так. Что еще я хочу? Что еще хочу? Ага. Сейчас мне надо помыть. А, я сейчас вас опять переставлю. Сюда. Вот так вот. Немножечко. Пойдет? Надо перемыть вот это вот. Перемыть. И помыть сковородку. Вот иногда мне прямо не хватает второй сковородки. Такой же причем. Бывает что-то там, например, в ней готовлю, а мне нужна для другого. А у меня она одна. У меня есть старая. Но она, ребята, она такая страшная. Я сейчас вам ее покажу. Она в страшилище просто. Блин, на что это я наступила? На какую-то штуку. Что-то тут Соня уже раскидала. Сейчас я вам покажу, если я ее достану. Короче, вот моя старая сковородка. Посмотрите, она тут уже счесана. Покрытие. Это раз, посмотрите, какая она с этой стороны. Тут куча, куча вот этого гари. Я не знаю. Мне как бы просто не хочется готовить. Она ужасная. На что это и наступила? Какая-то фигня. Сейчас я уберу так вот, помою. Такая-то как какашка лежит. Так, ребятки, в супе картошка почти готова. Я кидаю эту вермишельку. Смотрите, она очень быстро варится. Это такая минутка. Пяти минутка. Какая? Пяти меньше. Короче, такая мелкая-мелкая макарошка. Я ее добавляю на глаз. Сама щепотками. Так вот раз щепотка. И два щепотка. Больше не добавляю, потому что слишком густой суп будет достаточно. Так. Я вообще обожаю жидкие супы. А Сергей у меня любит более густые. Поэтому я варю немножко гуще, чем вот я бы, по крайней мере, кушала. Так, все. Это есть. Ну, пускай же суп доварится. Потом я на той конфорке пожарю легкие. Я их сейчас порежу. Купила такой кусок. Они уварились до такого маленького кусочка. Так всегда. Так. Это сюда. Потому что это сильно большая миска. Она мне не нравится. Можно дружить в тарелку просто какую-то. Просто тарелочку. И я их нарезаю в пятки. Сковородка мешает, да? Давайте я ее пока уберу. Не загоражила. На той конфорке буду жарить. Потому что она моя самая любимая. Она, вернее, тоже любимая. Она лучше всего у меня шпарит. Остальные слабенькие. Нарезаю просто вот такими вот, смотрите, вот такими кусочками. Вот, сейчас покажу. А потом просто вот такими вот полосочками. Ну, в этот раз вот легкие мне попались вот внутри много крови. Смотрите, чтобы они были без крови, но чистые. Ну, в принципе, ничего страшного. Они вареные. Что-то между... Получилось... Они тут даже видно, вот они темненькие. Получилось что-то между кровянкой даже. И, значит, еще вкуснее будет что. Они, на самом деле, должны быть более светлые, серые. А они прям такие бурые, что ли. Много крови внутри оказалось. Короче, стараюсь делать вот такие полосочки. Ну, в принципе, как получается. И я обжариваю лук на сковородке, а потом добавляю легкие, соль, перец. И все, и нормалек. Очень вкусно. У меня папа делал, кстати, очень вкусно. Я его никогда не готовила. Я его в последний раз кушала дома, еще когда папа был жив. Он, короче, делал, ребята, салат с легкими. Вот если бы я помнила, что он туда кидал, он был с майонезом. Это точно заправлено. Надо в интернете посмотреть, какие салаты из легких делают. Я помню, что там был майонез. Там был чеснок. Что там еще было, я не помню. Представляете? Но это было очень-очень вкусно. Надо будет в интернете как-то глянуть. Вообще, наверное, такой продукт, как легкие, наверное, больше животных покупаю. Там кошкам, собакам, не знаю. Но я и сама лучше съем, чем кошке, собаке отдам. Вот печенку я не очень люблю, а легкие обожаю. Так, хорошо. Суп у меня уже почти готов. Смотрите, как быстро, да? Суп очень удобно. Раз, два и готово. Уже немножко попозже Лена покушает, потому что сейчас она творогом аппетит, конечно, себе перебьет. Пускай отдохнет, потом поест. Так что я сейчас доготовлю, засяду отвечать на комментарии. Я уже в такой степени устала сидеть за компьютером. У меня болит спина, у меня болит пятая точка, извините. И я последний раз отвечала на комментарии, я села просто у себя в спальне на кровать, подложила себе подушки, ноутбук просто на колени и сидела, отвечала хоть так удобней. Потому что уже все болит. Так, нормалек, нормалек. Сюда я никаких шпицей не добавляю, когда суп с рикадельками, сегодня, вернее, не хочу. Добавлю только соль, ой, этот, перец, лавровый листик здесь есть, соль, все. Больше ничего не хочу. И я добавлю укроп. У меня он есть. Сейчас я его найду. Вот такой вот несчастненький какой-то. Чуть-чуть несчастненький. Он я еще есть сейчас достану. Так, вообще что-то никакое. Посмотрите, во что превратилась у меня эта досточка. Она окрасилась от морковки и не отмывается. Ну и все, я ей пользуюсь. А, я пробовала и порошочком, короче, потереть всяким разным. А оно все равно не сходит, эта оранжевая штучка. Знаете, как это остается? От свеклы, от морковки. Окрашивать. Есть у меня еще укроп. Сейчас я... Оп! Вот, вот. Во! А может еще петрушки добавить? А? Сюда же. А что, давайте. Будет еще аромат. Петруха у меня есть. Сейчас я оторву. Петручьио. Петрушелло. Так, это много будет. Сейчас. Так, немножко. Вот. Петли, теплый дождь. Заела песня. Невозможно просто. Падает весник. О! Не дофига это зелени будет? Нормально? Как вы думаете? Нарезаю миленько. Чик-чик-чик-чик. Я, прикиньте, сейчас варю суп, а в голове у меня, так, а что готовить завтра? Это у всех так. Прикиньте, жизнь какая женская. Хотя не только женская. Есть исключение, если любят мужчины готовить. Бывает такое. Вообще, мне нравится, когда в семь семьях готовят вместе муж и жена, ребята. Мне очень нравится. Я обожаю, кто так делает. Прям вот молодцы, супер-пупер. Я прям по-доброму завидую. У меня Сергей, к сожалению, до готовки как-то. Он, что до еды, что до готовки, ему как бы... Мало интересует. Ну, основную часть мужчин. Прибегают, пришли домой, пришли домой. Жена все приготовила. А если кто-то любит готовить? Так, что? Бабахают. Зеленуху. Смотрите, как много. Как хорошо. Пошла. Так, а что у меня не полная кастрюлька? Надо это исправить. Немного сюда дарю водички. Чайничка. Опля! Вот так вот. А что, там уже вермишелька, ребята, готова. Почти, да? Все, буквально минуты, я не знаю, минуты две. Сейчас он закипит, и я прямо даже отключаю плиту, и пускай оно постоит, настоится. Все, сейчас перемою вот это вот, освободиться, и буду жарить свои любимые эти легкие. Ребятки, вот такой у меня супчик готов. Опкуснячий. Вот. Вот так вот Лена поела творог, смотрите. Что я ей там фигню и приготовила, немного, она ей даже не доела. И суп сказала попозже. Так, все, я ставлю сковородку разогреваться, лучок нарезала, сейчас быстренько поджарю легкие. И все. Вот я не знаю, я, наверное, схожу в магазин, а потом сяду отвечать на комментарии. А время уже 20 часов 13 минут, прикиньте. Да, я сбегаю в магазин, пока не сильно поздно. Что-то нам надо было, что-то надо было купить сейчас мы. Сядем все втроем, да? И решим, что нам надо, что не надо. Че-то чаю надо, да? Я уже ничего сегодня готовить к чаю не буду. Че-то купим. Смотрите, вот такая вкусняшка получается. Соли добавим. Сейчас еще перчика добавлю черного. Нет, смесь перца параматную. И все. Вот так вот. Так, ребятки, иду в магазин. Блин, написала список, я его забыла дома. Не хочу возвращаться. Ладно. Ладно, не забыть растительное масло купить. Там список небольшой. Пойду схожу. И что вы думаете? Короче, я жарю эти легкие. И в последний момент, думаю, а не добавить ко мне туда чесночку немножко? Я беру, добавляю два зубчика чеснока. Так запохла на все. Думаю, классно. Вот. А сейчас попробовала один кусочек, второй, третий. Я съела, и у меня изжога. Блин, зря чеснока добавила. И, кстати, у меня очень часто именно от чеснока изжога. Прикиньте. Хотя вот делала эти баклажаны вот эти с помидорками. В майонезе я чеснок добавляла. Нормально было. А вот именно когда я что-то пожарила с чесноком, может. Не знаю, короче, изжога что-то. Неприятно. Так, ребятки, я уже с магазина вон два пакета тащу. Юляшка, как обычно. Пошла за одним, накупила. Ой, на то акции. Масло растительное надо, две бутылки захватить и так далее. Короче, капусту большую взяла, маленькую, потому что не было мелкой. Так, покупки продуктов выйдут отдельные видео, потому что у нас есть подписчики, которые нас смотрят чисто из-за продуктов. Им неудобно во влоге искать. Так, что будет там? А что, пришла я домой, а это шмакандя? Мама, а меня на улицу выведи, пожалуйста, выведи ее на улицу. Да, да, девочка-собачка. Стойте, 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 стойте. Ага, вокруг, вокруг бегает. Да. Хоровод. Хоровод будет. Пошли. Скорее гулять на улицу. Давай. Скорее гулять. Гулять. Все, побежала. Пошли. Гавкучая. Собачка, беда. Пошли скорее на стадион. Пошли, листочки тебя выдягают. Ой, листочки. Соленько. Ой, а что-то на стадионе так темно. Думаю, идут светло. Обычно в стадион лучше освещается. Один фонарь горит на весь стадион. Смотрите, вокруг нет, а один фонарь горит. Хоть один. Давай здесь погуляю. Я не хочу в темноту идти. Смотрите, вам видно, какое дерево? Желтое. За мной. Листопад. Листопад. Шобачка. Листочки, листочки. Фу, листочки. Собирай. Собирай листочки. На. На. Ой, дурочка. О, дурочка. Ой, дурочка. Что? Хрюндель. Кто хрюндель? А? Кто там? Собаки. Кто там? Соня. Охраняй меня. Ой, господи. Листочки. Все собирать. Собака большая идет. Большая собака идет. Пошли сюда. Пошли скорее, отойдет. С папой она себя лучше ведет. Со мной гавкает стоять. Соня! Невозможно. Бегает, гавкает, как дурочка. Честно, я слова. Такая тишина вокруг. Она горит. Стыдно. Боже, я не с тобой, Соня. Ты не со мной. Это не моя позорище. Сама побежала. Куда? Потому что она от страха гавкает. Так, все. Иду домой. Пошли! Вообще не слушается, блин. Стоять! Сюда иди. Быстро сюда иди. Смотрите, что я. Иди сюда. Что ты сказала? Иди. Стоять. Стоять. Ты что гавкаешь? Ты что гавкаешь? Ты что гавкаешь? Ты что? Ты что? Дурочка. Закрой рот. Закрой рот. С кусок на рот закрой тебе. Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? ой злюканье, ой злюканье, 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 все, пошли, не играю я с тобой, пошли домой, где киселаса, пошли, Ева там дома ждет, о, глупая нагулялась, нагулялась, да, запыхалась девочка, а где там Ева, Ева, где ты, Ева, Ева, ты где Ева, милая моя Ева, я прошу тебя, откройте мне дверь поскорее я хочу, я люблю, да окриночка ужинать садится, наконец-то надумала, супчик с рикадельками вкусненький и она любит супы кушать именно с луком, прикуску хлеб и лук, такая вкусняшка тадам, пора, 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 пора за стол, пора за стол, а где твой тадам, тададам, да, мы кушаем вкусный-вкусный суп с рикадельками, у нас есть сало, у нас есть колбаска, у нас есть лучок, базилик, хлеб и легкие с лучком, жареные с чесночком, майонез, папка себе уже вот, ну, и соевый соус, вот такой вот у нас ужин, посмотрим, мы сегодня что-то в обед посмотрели эту передачу, аферисты в сетях, есть такая, это украинская передача или русская, я не знаю, вроде как украинская, хотя я не знаю, как утверждать, новый канал, да, написано, вот, и всякие такие случаи, там, ну, аферисты в сетях, что в интернете, мы сегодня в обед посмотрели, как девчонка в интернете продавала одежду, да, и разводила людей, то есть деньги ей присылают, 100% оплата, она вещи не отправляет, ну, такое, как бы, типа, реальные, вот, случаи, которые с каждым могут приключиться, и чтобы быть внимательными, и вроде как и полезно, и интересно они снимают, да, что там будет дальше, типа, ну, сейчас, вот открыли, а тут выпусков, ё-моё, да, будем смотреть поощрёдно, да, они небольшие ролики, потому что нет у нас времени, чтобы там часовой или полтора часовой фильм смотреть за ужином, нам ещё надо там домонтировать, поэтому всё, ребятки, мы с вами прощаемся, Соня, не фыркай, что ты ходишь фыркаешь, вон, а, съела колбасу, молодец, всё, ребятушки, всем спасибо, что вы нас смотрите, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, нам, мы будем на них отвечать, и подписывайтесь на наш канал, пока-пока! Пока-пока!